У российских производителей появилось преимущество перед их украинскими конкурентами. Об этом в эфире незалежного телеканала «Первый независимый» заявил аналитик института Гроуфорд Виктор Скоршевский. У нас же газ по спотовым ценам – 1000-1500 долларов, а в той же Германии – 200-250 долларов. А если говорить о России, то там вообще около 100 долларов. Это долгосрочные контракты, поэтому у них есть преимущество перед украинскими производителями, заметил эксперт. Не прошло, как говорится, и полгода. Видите, что рыночек животворящий делает? А ведь 7 лет говорили, как хорошо, что Украина не Россия. Но дальше больше. Проект газопровода «Северный поток-2» поддерживает 60% жителей Германии, свидетельствуют результаты опроса института «Интрофесс-Димап» для телеканала АРД. Согласно результатам опроса на востоке Германии за проект выступают 70% населения, в западной части страны – 57%, при этом не поддерживают строительство газопровода 28% граждан, 30% на западе ФРГ и 18% на востоке. Что тут сказать? Все прекрасное, очевидно. Чем теплее и зажиточнее живут бюргеры, тем больше там любителей теории, что электричество берется из розетки, а творог – из вареников. Впрочем, если для наших друзей из страны самых больших трезубов понадобилось 7 лет, уже почти 8, чтобы понять, как хорошо было дружить с Россией, для граждан из ФРГ, кажется, все будет сильно быстрее. Толку, правда, никакого. Газпром уже договорился строить силу Сибири-2 в Китай и решительно газифицирует территорию России, так что спрос на голубое топливо будет только расти, но, как говорится, зато не рабы. Итак, Юнипер – одна из крупнейших энергокомпаний в мире и крупнейшая в Германии, вот о чем мы и говорим, объявила о привлечении экстренной финансовой помощи для пополнения оборотных средств. Высокие цены на газ снизили финансовую стабильность компании, которая вложила более миллиарда евро в Северный поток-2. Ранее энергокомпании EDF, Good Energy и Energy UK предупредили власти Великобритании о новой волне кризиса зимой, начиная с января. Как говорится, с Новым годом, с новым счетом. Готовьте ваши денюжки. А между тем, резкий рост цен на энергоносители, проблемы с поставками и отмена пониженной ставки НДС подстегнули инфляцию в Германии, сообщает Девельт. По предварительным оценкам, инфляция за прошлый год превысила 3% и достигла самого высокого уровня за последние три десятилетия. Потребителям становится все труднее платить по счетам. Рост цен заставляет немцев задуматься об экономии. И это, безусловно, на заметку тем, кто и сейчас опять начнет кричать, что 3% это мелочи. Ждем в хату горных хлопцев, которые сейчас выйдут из казахстанских аккаунтов, где они боролись с режимом Назарбаева, чтобы рассказать нам о проблемах России и конце режима Путина. У себя-то все проблемы, вот уж сколько лет назад как порешали, а сейчас еще и у бывшего президента Порошенко недвижку отнимают. Об этом скоро. Да, может быть все и хорошо, но если у вас бюджет тютелька в тютельку, если у вас кредиты на все подряд, если вы даже туалетную бумагу до сантиметра считаете, а рост цен на отопление и электричество начинает скакать в разы, обязательно расскажите об этом нищим русским, у кого газ как раз есть. И бизнесменам с Украины, у которых его нет. И это точно не конец истории.